всем привет и у нас сегодня тема в которой мы в очередной раз в принципе мы это всегда так делаем обращаемся к механизму развития как минимум вычислительной техники такого по принципу а проблемы решаются по мере их поступления то есть идея стоит в том основная этого курса и большого курса который возможно получится возможно не есть стоит в том что конкретно развитие вычислительной техники происходило по очень интересному принципу когда возникали какие-то задачи актуальные на какое-то время эти задачи решались инструментами актуальными на это самое время современными вот возможно эти инструменты даже изобретались в те времена для решения насущных задач вот архитектура в м м приобретала некоторое очертание потому что задачи уже решены и потом лет на 50 а то и больше оставалось в таком положении неизменным все это давно превратилось в легосе как бы никто не может объяснить толком зачем оно так но она продолжает существовать и работать вот у этого казалось бы такого ретроградного и непонятного явления есть положительные стороны потому что если задача решена и качество решения вас и удовлетворяет то есть возможность идти дальше исследовать не исследованную область а это оставить на потом как известно первое плане правило оптимизатора какое и не оптимизирует вот работает и не трогай вот это все в общем то у этого принципа иногда есть положительные эффекты иногда отрицательные когда количество отрицательных эффектов переваливает за положительные начинаются исследования как бы все поменять вот примерно в таком ключе происходит это все последний там много лет а вот и то о чем мы сейчас поговорим тоже не свободно такого рода легоси ну чтобы взять речь идет о том что наш компьютер внезапно оказался не просто вычислителем который выполняет программу но и системой которая а сама чем-то управляет снаружи например внешними устройствами напоминаю что внешние устройства были даже в архитектуре фанейман да и во вторых сама управляется снаружи эта система путем возникновения или реакции на какие-то события вот который и понятное дело очень бы хотелось тоже обрабатывать программы на эти реакции а вовсе не а звать мамку и там оператора который бы взял и все значит аккуратно отлать то есть не вручную а программу то о чем мы сегодня говорим эта ситуация когда мы внезапно совершенно без предупреждения прерываем мы как центральный процесс принято прерываем выполнение текущей программы и внезапно начинает делать какие-то другие действия а потом возможно когда эти другие действия закончены возвращаемся к выполнению текущей программы ни в чем не было вот об этих ситуациях мы и главы таких ситуациях бывает условно примерно 2 первая ситуация когда мы выполнили выполняли программу начали выполнять некоторую инструкцию и поняли что эту инструкцию выполнить нельзя вообще без того чтобы чего-нибудь там дополнительно починить о чем-нибудь там кому-нибудь дополнительно сообщить короче говоря там делим на ноль или ноутс отделение на ноль в риск файве ни к чему не привозят или допустим обращаемся по запрещенной памяти еще чуть-чуть вот такое например вызываем несуществующий системный вызов или там у нас написано в памяти трэш мы этот трэш пытаемся выполнить как инструкцию она не декодируется как такого сорта исключения да в этом случае причина нашей исключительной ситуации причина того что нам пришлось срочно прерывать выполнение программы и исполнять какой-то отдельную обработчик того что происходит причина кроется в самой программе она заложена в конкретной инструкции то есть исключение это такая такое событие которое происходит потому что у нас в конкретном месте конкретной инструкции облажал ну или не облажалась может мы специально так стиль и есть второй тип событий в системе которые инициированы не изнутри программы а снаружи с внешних устройств например или в основном с внешних устройств прерывание бывает в основном от внешних устройств если таймер например считать внешним устройством несмотря на то что он как правило будет встроен прямо в центральный процесс ну тогда все прерывания вот мы когда будем говорить про прерывание попробуем их чуть более конкретно классифицировать но речь идет о том что то ради чего произошло произошла ситуация прекращаем на время приостанавливаем выполнение текущей программы занимаемся обработкой того это и того события которое произошло а потом возвращаемся обратно случае прерывания это причина внешняя вот как правило работа внешних устройств ну вот там не знаю таймер сработал пользователь на кнопочку нажал или например вы запустили операцию вывода на диск большого блока данных она закончилась можно запускать следующий вот такого сорта вещи по сетевой карточке пришел пакет такого сорта вещи вызывают прерывание в этом в случае в том и в другом случае надо что то делать и тут есть в общем два пути первый путь это забить на прерывание исключения а воспользоваться механизмом флагов как мы это делали в свое время в альфметическом процессе здравствуйте михаил пришел сокращенец и сказал что на небольших ну как бы не слишком больших схемах очень часто таймер бывает как раз внешнему устройству александр спрашивает прерывание ядра является ли исключением досмотрите так повелось что в архитектуре x864 все называется прерываниями вас зачем так непонятно я подозреваю что прерываниями в 64 называется то что в риск файл называется ловушкой мы сейчас про это поговорим то есть не сам факт появление некоторого события которое нужно обработать а способ обработки этого события вот способ обработки прерывания исключений одинаковый он называется ловушка и состоит он как раз в том что выполнение текущей программы приостанавливается управление передается специальному обработчику причем этот обработчик может вообще быть где-то за пределами нашей вселенной а может быть прям тут рядом лежать значит написано лично на а после окончания этого обработчика выполнение скорее всего продолжится с того же места где она произошла и это вот этот эта штука называется такой способ реакции на события называется ловушкой 3 и понятное дело что и для исключений для прерывания он одинаковый вот по этой причине видимо это все называется прерываниями в очень большом количестве литературе а чтобы не путаться в риск файве ввели вот три таких термина исключение это внутренние причины прерывания это внешние причины а способ реакции путем передачи управления это ловушка вот надо сказать что наверное существуют другие legacy которые другие способы решения этой задачи отличный вот ловушек там не знаю например завести специальный процессор со своими собственными программами которые обрабатывают такие исключительно столь управляющий процесс ну и такое кстати было вот но попытка вести управляющий процессор приводит к тому что в этом процессе начинаются свои собственные программы свои собственные инструкции команды системы команд свои собственно вообще все свое непонятно зачем это надо вот я забыл договорить про floating point мы помним что фула floating point нету инструмента ловушек и все исключения которые происходят при вычислениях просто накапливаются в виде флагов в специальном регистре вот а программист волен либо проверять эти флаги ли мне проверять но это специфика арифметического сопроцессора который стоит в том что никакого влияния прямого на логику работы процессора он не имеет он только вычисляет и нам совершенно не обязательно каждый раз когда происходит что-то неприятное например потеря точности деление на ноль какая не такая ерунда совершенно не обязательно каждый раз подрываться и вызывать обработчик мы вполне можем проверить это одной инструкцией что такая штука произошла мы с вами делали в домашнем задании случае floating point и сделать нечто похожее на прерывание только не прерывание потому что смысле похоже на троп только не тропа потому что у нас будет явно прописан этот код у нас не будет при остановке выполнения перехода неизвестно куда его вот будет явно а можем вообще забить потому что мы вычисляем 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 вычисли формул посмотрели фава флаги посмотрели на блюдо пронаблюдали что в этих влагах нет ничего криминального например деление на ноль а там потери точности ног мы предполагали что она будет специфика в том что делать ловушки для обработки событий в нем дорого и не всегда а вот специфика логики управления процесса как раз состоит в том что почти всегда когда у нас происходят некоторые события внутренние либо внешние исключения либо прерывания нам нужно запустить и мой код который обработает эту ситуацию вот ловушки то есть да мы сейчас забываем про то прививание это или исключения ловушки как метод обработки системных событий не можно немножко по классифицировать сразу предупрежу эти свойства не взаимоисключающие да это такое просто вот мы смотрим на то событие которое мы собираемся обрабатывать и пытаемся понять она например собственной или несобственной собственность или несобственность эта ситуация кто обрабатывает сопрошедшие события то есть вот код ловушки выполняется где например мы знаем пример несобственных не собственных ловушек которые написаны на языке программирования java вот в нашем эмуляторе раз да когда мы вызываем и кол это очевидно техника ловушки потому что мы конечно же явно ее вызываем этот самый никол мы непонятно где находится этот код мы не видим этого кода да мы знаем только что после вызова и кола к нам прижать результат потом выясняется что код который собственно выполняет логику нашего и маринка вообще находится вне нашего окружения вне нашего воображаемого эмулируемого процессор риск файв а написано джавы и запуска исполняется в джава машин вот типичный пример не собственных обработчиков а собственные ловушки это когда мы сами пишем код на значит языке ассемблер риск 5 кладем его специальное место и говорим если произошло такое-то событие вот обработчик обрабатываем при этом тут есть некий такой темный момент когда в зависимости от уровня рассмотрения вот понятие собственность не собственность меняется смотрите вот мы с вами работаем в линейной плоской модели памяти в рамсе и соответственно для нас деление очень простое до либо у нас все не собственные невидимые вообще где-то происходит и джава либо у нас все собственные видимые мы сами это написали это происходит в нашей программе как мы увидим позже возможно многие здесь присутствующие знают в современных процессорах в том числе риск файка конечно плоская модель памяти используется довольно редко только в том микроконтроллер а в большинстве случаев используется механизм виртуальной памяти и тогда понятие собственные несобственные размывается смотрите вот нас есть операционная система ядро операционной системе работающей в режиме ядра и тот самый системный вызов или обработка прерывания еще что-нибудь такое который приводит к передаче управления непосредственно внутрь кода ядра с одной стороны с точки зрения внешне с точки зрения довольно широкого горизонта это собственная обработка это собственная ловушка потому что один и тот же процессор на одной и той же физической памяти выполняет некоторый код находящийся в другом месте этой конкретной физической памяти потом возвращается все хорошо но если мы сужаем горизонт и смотрим изнутри нашей программы той самой которую мы написали которые пользуются системным вызовом обращающимся к ядру операционной системы то для для этого узкого горизонта такое такое обращение такой системный вызов может быть классифицирован как не собственная ловушка потому что внутри нашей программы никакого кода посвященного этому нету мы ничего не понимаем что там делается мы вообще не знаем как это реализовано может быть у нас разные ядра операционной системы главное что системный вызов 1 но тем не менее вот это вот сами делаем или не сами делаем это такой очень очень четкий триггер как можно отличать одну ловушку есть ловушки произвольные а если ловушки ну скажем так асинхронные неожиданно произвольная ловушка это когда мы сокращение спрашивает какая разница линейная модель памяти или виртуальная когда линейная модель памяти это значит что у нас все адреса памяти доступны ядро там или не ядро нет никакого никаких прав доступа в ядро в случае у вас есть ровно один мегабайт и нету режима ядра мы про это чуть позже поговорим вас про то какие бывают в риск файл режиме раб режим работы процесса да вы правы в том смысле что речь конечно же не про модель памяти а про модель доступа просто мы эти модель доступ еще не обсуждали вот сейчас мы их обсудим я перестану говорить линейной модель памяти плоская а буду говорить буду говорить про режим доступа однако хочу заметить что виртуальная память то есть модель с плоской памятью от модели со виртуальной памяти отличается ровно тем что внутри пользовательского процесса запущенного внутри виртуальной памяти нету доступа к памяти снаружи и тот факт что его нету базируется не на запрете а на том что чтобы вы ни делали вы находитесь внутри вот этого пузыря и вот так таким образом действительно между плоской памяти view вирту и модели с виртуальной памятью есть различные именно по этому параметру так что вы окончательно не окончательно прав да совершенно справедливо совершенно справедливо все правильно говорить просто мы до этого не дошли вот сокращение стутную как бы активно активно просвещает нас что есть отдельно способ организации памяти хитрый страничный виртуальный есть отдельно модуль protection защита памяти разумеется это все право вот значит так вот произвольная ловушка эта ситуация когда мы точно знаем в каком месте эта ловушка произойдет типичный произвольно по ловушкой любой и кул неважно какой да или например исключение связанные с некорректной работой инструкции мы точно знаем в какой момент это исключение может произойти она конечно может и не произойти ну например мы можем вызвать явно у нас будет такой пример вот в этом случае ловушка считается произвольный приходит по-английски вот а например ситуации когда у вас внешнее устройство внезапно прервала выполнение вашей программы ловушка непроизвольная потому что происходит непонятное время совершенно любое время вы не можете предсказать когда произойдет прерывание вот как правило как мы уже говорили из всех ловушек выполнение возвращается обратно но конкретно произвольные ловушки могут быть рассчитаны на то чтобы передать окончательно управление среде так мы знаем и кул 10 в переход вот во внешнюю среду пускай она там дальше вот ну и наконец есть ловушки фатальные которые на самом деле связаны совершенно другими ситуациями в системе ситуациями когда вообще ничего работать больше не может потому что все плохо там сбой памяти зависание устройства ну в общем какая-то страшная вещь там сбой питания вот но поскольку чтобы не плодить сущности они реализованы тоже как ловушки потому что например вы захотите вашей операционной системе обработать по-быстрому сбой питания там засинкой все буфера дисков например да ну что-нибудь такое сделать вот или например значит это самый watchdog у вас работы да я вот вспоминаю 90-е годы короче я наблюдал как работал маршрутизатор собранные руками значит из остатков каких-то значит запчастей и фребезди поверх него значит были так была такая материнская плата и там был спаянный своим собственными руками маленький значит маленькая плата расширения вот которая по таймеру нажимала на ресет по таймеру нажимала на ресет на этом маршрутизаторы раз в 5 секунд а в операционной системе был запущен демон который сбрасывал этот таймер раз в секунду соответственно если все зависло или там пошло не так демон этот не мог сбросить таймер раз в секунду через пять секунд нажимался ресет вот такой hardwari watchdog бывает собственно примерно то же самое описано вот в этом случае про который мы говорим да только понятно без таких жестких этих самых но в нашей операционной системы или наше железо может захотеть выполнить кусок кода увидя какой-то hardwari map function то есть допустим вас не сработал watchdog ну вернее он сработал да не сбросился это значит что это по-быстренькому что-то что-то значит зачистить и спасать систему вот фатальные точнее фатального вот вот смотрите да ну например вы хотите сбросить буфера аппаратных кэшей тут тут сокращение с говорит что на watchdog надо немедленно перезагружаться не факт можно попробовать выполнить какие-то очень короткие куски кусочки программы без которых будет совсем плохо или как минимум кинуть сигнал аппаратным устройством да там какому-нибудь рейд контроллеру если у тебя есть кэш и сбрасывай их немедленно ну вот так вот вот в россии как мы уже говорили все инвариант кол не собственные александр вспоминает и прорисет который нажимался открытием дисковода этого самого лазерного это уже как бы легенда да а вот эту железяку я видел вас это вполне себе такое было вот а значит да мы знаем что в rars у нас все системные вызовы не собственные мы знаем что прерывание у нас там все собственные или несобственные если мы их не обрабатываем вот и некоторые исключения тоже и очень много исключений в rs являются фатенды мы об этом даже говорили мы нашли какие-то ошибки я нашел ситуацию когда бы я хотел обработать исключения она вываливается в джаву ну короче вот тут как раз подоспел подоспела место для бла-бла у нас сегодня будет к сожалению много бла-бла но получить позже его будет меньше при распелом место про бла-бла и про разговора который вот здесь сокращение упомянул про режим работы процесса коль скоро мы внедряем в качестве решения нашей проблемы обработки событий понятия ловушки возникает первый позыв первый запрос на разделение режимов работы процесса второй и главный позыв на разделение режимов работы процессор возникнет тогда как мы когда мы захотим потребуем от нашей железки много задачность вытесняющими многопроцессность вот но это будет потом а сейчас пока мы говорим даже не про много задачность а исключительно про всю ситуацию что вот смотрите у нас есть программа потом брык что-то произошло и нам нужно выполнять какую-то другую программу какие аппаратные требования да вот смотрите какие аппаратные требования возникают в ситуации когда мы вот это все хотим реализовать на процессе первое был бы очень хорошо чтобы железо наша определяла какова причина срабатывания ловушки вот и очень быстро переключалась на нужный обработчик потому что дело это важное программная реализация у нас что-то свалилась надо куда-то идти какие-то регистры опрашивать что-то вынимать короче говоря было бы очень клево если бы у нас уже все было в готовом виде вот а может быть даже сразу вызвался нужный обработчик и все это было аппаратом второе вот мы взяли переключились из нашего основного кода в код который обрабатывает ловушку что делать с регистрами что делать с кэшами что делать с регистрами не общего назначения там ну понятно программ каунтер мы перещелкнули остык вот может быть а может не быть это как раз решение которое надо принимать при разработке аппаратной архитектуры аппаратная поддержка сохранение этого самого контекста то есть смотрите представьте себе что у нас есть какая-то специальная память в которой можно трахмах сохранить вообще все регистры и тогда переключение в ловушку окажется очень приключение в такую ловушку которая невидима для основного кода то есть который не портит ничего ни один регистр окажется довольно веселым делом мы вываливаемся в эту ловушку говорим сохранить все регистры от того процесса от того контекста из которого вывались или даже она сама аппаратно сохраняется дальше мы работаем ну все мы доделали нашу ловушку обработчик сейчас мы выйдем обратно в исходный контекст вы станови все регистры из этого исходного контекста некая проблема состоит в том что мы не знаем сколько таких областей сохранения по-хорошему должно быть одна а если у нас 5 программ одновременно работает 5 контекстов а если не 5 если 100 в общем сложно вот плюс мы потом наверное будем говорить про это если я разберусь окончательно или будем говорить вскользь если я не разберусь любые заигрывания с контекстом начинают очень сильно бить по синхронизации в случае аппаратного ускорения в случае наличия хардваре трэдов то есть распараллеливание вычислений и перед 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 при ней инструкции в случае наличия нескольких ядер и так далее и так далее вся вот эта вот машинерия начинает очень сильно давить на логику логика становится адовый совершенно и там могут возникать ошибки еще одна штука которая тоже должен должна быть поддержана аппаратно это что делать если внутри ловушки возникла ловушка вернее внутри исключение возникло исключение при обработке прерывания возникло прерывание тогда тут опять же есть два пути либо пытаться городить какой-то каскад таких обработчиков как у каждого из которых будет свой свой собственный контекст либо аппаратно предусмотреть ситуацию при которой при возникновении прерывания внутри обработчик прерывания мы никуда не падаем обрабатывать то что возникло новое но запоминаем что она была вся вот эта вот механизм то есть мы там абр пока мы обрабатывали прерывание возникло еще одно и пока мы обрабатывали исключение возникло прерывание весь этот механизм должен быть поддержан аппаратно как-то отражаться в нашем компьютере тут сокращение замечает что сохранение всех регистр это вообще медленно я вам больше то скажу в архитуре из 80 и и и и 586 есть аппаратная инструкция сохранение всех регистров и восстановление всех регистров но она операционными системами не используются потому что она медленнее чем это делать руками вот возможно не во всех но такая фигня была да значит как правильно заметил александр в рискове вообще этим не заморачиваться говорят сохраните сами все пальцами конвейер за вас все сделает а уж хардваре трады доделают до конца вот поэтому вообще принцип риска состоит в том принцип архитуре риска стоит в том что никаких сложных инструкций со сложной логикой под капотом делать не надо надо делать все инструкции с простой логикой под капотом которые выполняются за фикс нунтайм за известное количество тактов обязательно и устраивать оптимизатор таким образом чтобы эти инструкции друг в друга очень плотно входили и не простаивал конвейер про конвейер мы будем говорить и отдельная тема из из которой собственно начинают расти режим работы процессора это поддержка невидимых невидимых трапов невидимых ловушек вот тут мы как бы делаем первый заход на существование четырех режимов работы процессора в риск файле вот понятно первое разделение должно происходить вот прямо здесь у нас есть режим ядра который имеет доступ ко всему железу и ко всем областям памяти и вообще ко всему вот к тем самым ему импу про который говорит сокращение вот так сейчас погодите я отвечу на этот вопрос да а есть режим пользовательский который имеет доступ только к тому к чему нужно для выполнения программ и соответственно все вещи которые требуют доступа к внешним устройствам и вообще какого-то я забыл это слово короче доступа чему-то что молча может завладеть только один вот обращаются к соответствующим лову здесь порождают соответствующие ловушки и обработчики этих ловушек теперь будут выполняться в другом режиме режиме ядра вот получается два таких режима вас ну и там понятно разделение времени изоляции адресных пространств всякая вот это вот ерунда в действительности в риск файве не два режима работы процессора 4 эти четыре режима работы процессора продиктованы абсолютно абсолютной прагматикой то есть это не какая-то теоретическое построение многослойных как у того же этого самого господи тэненбаума где там 7 кажется уровней он придумал вот это прям вот то что вырастает из потребностей от текущего дня и так у нас есть не прилегированный режим в котором собственно происходит все вычисления и запускаются собственно вычислительные задачи вот есть прилегированные режимы из которых самый крутой который видит вообще все и которому доступно все так называемый машинный уровень это как раз тот про который был сокращенец машин левел это то в каком режиме работает процессор прямо при его включении прямо при включении у вас запускается видимо из позу какая-то программка который под подвластно вообще все она умеет все она может сделать что угодно в этом режиме модель памяти плоская как раз именно про это говорил сокращение что модель памяти не равна изоляции памяти вот в этом режиме модель памяти вас плоская потому что у вас один единственный процесс который делает что-то и еще никаких никаких никакой программного про многозадачность не организовано доступ ко всем устройствам и свои регистр управления есть режим собственно ядерный он называется супервизор в котором основная задача которого как раз организовать виртуальной память вот и логику обработчика ловушек между супервизором и машиной есть еще так называемый гипервизор и это в ответ на запрос чтобы процессор поддерживал виртуализацию что такое виртуализация виртуализация возможность запустить грубо говоря несколько операционных систем на одной платформе и эти операционные системы будут думать что они работают на хорошем изолированном процессоре вот соответственно у нас есть условно говоря ядро операционной системы и таки у нас есть пользовательский процесс юзер-левел ядро операционной системы супервизор левел уровень управления ядрами операционных систем гипервизор левел и уровень с которого все начинается который рулит всем в самом начале раздает организует всю эту машинерию машин левел вот их 4 теперь ответ на вопрос относительно за известное количество тактов оптимизация и все в этом роде с точки зрения риск файва происходит именно в терминах именно и строго в терминах тактов работы самого процессора рисковать то есть вот этой адовой черной магии которая сейчас принято в процессорах архитектуры x86 когда у вас есть какое-то внутреннее ядро кстати по слухам рисковыми это внутреннее ядро эмулирует все те процессы все те инструкции циск который значит предоставляет нам x86 и собой внутри себя переупорядочивает и как то значит там какие-то как какую-то значит нечеловеческую логику к ним применяют вот этом всего вот этого скрытого слоя в риск файв по дизайну нету все оптимизации все переупорядочивание команд по зависимостям все распараллеливание вычислений при наличии нескольких а два ритраны все это происходит в терминах сам их самих инструкций ну скажем так самих микро программных инструкций конвейера риск файв вот и еще из и исчисляется в тактах именно это имеется в виду когда говорится что в риск файв так как и так же как в любой архитектуре риск выполнение одной инструкции это как раз за известное количество числа так да совершенно справедливо вот тут сокращение выводят теорию четырех колец значит три кольца значит подгорным гномов и одно значит которые руль дамал вот куда еще четыре дела хрен его разберет продолбали люди в текольц много было благ сожалению но терпите не было тоже будет так да значит что касается рарса в рамсе все примитивно примитивно настолько что вот этих уровней просто нету в нем и мы работаем в чем-то в каком-то гибриде пользовательского и машинного уровня эта штука была описана старой версии спецификации и проще всего ее найти вот здесь вот на сайте сайфаев это так называемое расширение н которое было в какой-то момент за деприки чина и превращено в вот те самые четыре расширения до супервизор гипервизор и машин которые мы теперь знаем но если вы хотите почитать документацию потому примерно как работает раз то вам вот сюда вот тут не очень много но в общем в общем вам придется как бы совмещать чтение устаревшей документации чтения вот этих вот где побольше всего ну что поделать вот в принципе особенно много в это вкуривать не обязательно потому что там того того что врачи реализовано далеко не все и то что там реализовано можно и так в общем поэкспериментировав изучить кстати пользуясь случаем продекламирую компанию сайфаев которая делает железяки на риск файве это единственная компания которая делала до недавнего времени процессор общего назначения а не микроконтроллерный на базе риск файва там прям компьютеры вот в прошлом году она остановила выпуск предыдущего поколения процессоров high five и обещала в этом году выпустить что-то совсем прорывное прямо офигительные физической так далее но чет пока видимо экономическая ситуация в мире не располагает вот тем не менее у них много приличной документации я еще буду в нее тыкать вот хороший приличной документации единственный недостаток это способ форматирования вам нужен хороший монитор с широкой шириной экрана вот мои два монитора еле справляются как видите с этим еще немножко и мне бы ничего не влезло вот будем иногда туда ссылаться есть три разных способа есть много разных способов сколько примерно много разных способов управлять работой компьютера управлять первый способ состоит в том как я уже говорил что придумать специальный управляющийся процессор который сам будет для него писать отдельные управляющие программы да то есть вот на нем будут написаны вот эти самые ловушки которые обрабатывают прерывание исключения на нем будет все он будет сам заниматься переключением регистров обычный процессор будет только послушно слушаться именно в такой терминологии была разработана кстати архитектура микс вот но насколько эта штука зашла непонятно потому что в принципе не нужно целый с процессор изобретать вот допустим математический процессор понятно почему с процессом все другое делает управляющийся процессор на самом деле такая часть обычного процессора но в результате поэтому очень много вещей в нем делать просто не надо другая пограничная ситуация вообще забить не не заниматься никаким выделением логическим выделением управлял участие управления в процессоре просто придумать кучу инструкций там инструкции для прерывания инструкции для обработки такого прерывания инструкции там для секова инструкции переключения регистров инструкции для включения того инструкции для включения силы вот но это приводит к загруженности из а поэтому в рискове решили эту проблему так сказать гибридно у нас есть некий управляющий процессор но мы даже не знаем что он делает дело в том что его работа управляющего процессора полностью стандартизована полностью алгоритми зоны мы для него программ не пишем он сам все делает обрабатывает все ситуации сам все делается но это обработка ситуации разумеется в ней отсутствует абсолютно логика потому что управляющий процессор просто железяк такая не умеет в логику в логику умеет обычный процесс и поэтому все обработчики все трапы мы пишем сами соответственно чтобы управлять компьютер придумано 4 килобайта регистров 4 килобайта каких-то ячеек в которые не являются ячейками памяти вообще а являются специальными номерами вот и все управление компьютером а также сбор статистики то есть получение статуса компьютера приводит устроен таким образом что мы просто читаем или пишем в эти регистры все дальше там вот за ними как раз стоит управляющийся процессор он занимается всем остальным нам он репортует репортует состояние нашего процессора нам от нас он получает какие-то команды в виде записать в такой-то регистр такой-то такой-то битик и начинается что-то как-то работать вот номер регистры состоит из 12 битов первые шесть битов этого номера они описательные ну например регистры с старшими битами 0 0 0 1 это ритрайт регистров который можно писать а регистры со старшим бит на 1 1 это все регистры статуса из которых можно только читать до следующие два бита определяют какому уровню выполнения относится этот кусочек регистров этот килобайт регистров относится к юзеру супервизор гипервизор или машине вот а еще там следующие два бита это кастомные и стандартные регистры то есть какое-то количество регистров стандартные описывается спецификации а какой-то нарочно не описывается спецификации со словами вот сделали свою железку там прикрутили к ней не знаю термальный датчик отлично давайте вот на этих регистров будет лежать вот а вот таблица того как эти регистры распределены по юзер хипервизор машины перевизор вот значит битики она чуть более хитрый чем я сказал но мне кажется что особого особого значит смысла в том что заучивать где какие битики нету просто знаете что она существует регистр и так запись в такой регистр приводит к управлению нашим компьютером чтение из этого регистра сейчас мы об этом поговорим по-хорошему не должно приводить к управлению компьютера но как минимум она предоставляет вам информацию вот и сразу надо сказать что номера регистров не являются адресами в на в понимать нашем понимании не являются адресами в оперативной памяти потому что мы помним да что во первую память в оперативной памяти у нас адрес кратен размеру ячейки ну или по крайней мере не менее чем 2 если вы считаете считаете ячейку размером больше чем 2 больше чем 1 вот то есть адрес байты у нас может быть нечетный адрес в памяти адрес в памяти машинного слова может быть вполне может быть только черт так вот номера регистров вот этих килобайтов в этих четырех килобайтах они все нумеруются подряд 123 вот и они того размера какого размера у вас разрядность вашего процессора на 32 разрядных процессорах они 32 разрядные на 64 они размером с машинное слово эти что важно иметь в виду при управлении логикой работы процессора с помощью такого рода регистр первое и главное это соблюдение атомарности операции управления смотрите вот допустим у вас есть регистр в котором статус перегрева не было туда там приезжают какие-то данные не был перегрева окей что будет если мы откажемся от понятия атомарности мы полезли в регистр проверили нет ли перегрева перегрева нету мы вылезли сказали окей сейчас мы еще что-нибудь сделаем за это время перегрев появился предположим мы же это же не просто регистр статус это еще и регистр управления предположим мы хотим в случае перегрева что-то делать с этим регистром записывать туда какие-то другие значения чтобы там вентиляторы раскрутить опять ситуация когда мы получаем данные и они в момент получения уже устарели а обратите внимание что мы из юзерспейса ходим к этим регистром и пока мы получали эти данные мы могли сходить например в трав и за это время все нагрелось да в общем когда мы что-то записываем регистр было бы очень важно одновременно с этим из них читать вас в случае управления ситуация рейсов мы прочли одно на основании этого произвели управление а в это время тому же другое ситуация рейсов недопустим понятное дело что введение специальных атомарных операций read write которые одновременно читают и пишут то есть они меняют местами управляющие содержимое управляющего регистры и содержимое регистр общего назначения понятно что всех проблем это не решит да но это скажем не решит проблемы что мы прочитали там было хорошо а потом она перегрел но когда мы работаем с управляющим регистром мы должны аккуратно себе представлять что используя не атомарной операции . только чтение или только записи мы вот если логика у нас основана и на том и на другом если мы хотим и читать и писать но вот используем не атомарной операции мы себя подставляем под ситуацию год вот соответственно поскольку как правило как правило управление компьютером происходит через запись каких-нибудь битиков или нулевых или единичных помимо ситуации просто поменять местами регистра приемника регистра источник есть специальные удобные конструкции которые позволяют битву маску либо там где единицы проставить единицы остальное не трогать либо там где единицы проставить нули остальное не трогать при этом регистр приемник тоже есть то есть мы получаем старые значения вот соответственно если нам все-таки не важно вот это вот атомарность и мы хотим только прочитать или только записать мы просто используем регистр зиру в качестве регистра приемника или источник соответственно и не паримся вот ну вот тут список это хоть этих инструкций значит clear set read write и аналогичные инструкции типа и с этим типом и есть маленькое приседание сейчас расскажу про него в котором мы показываем используем имидит значение вот допустим 10 или 11 вместо значения регистр то есть у нас источником является не регистр а имидит значение ну и псевдо инструкции которые позволяют там делать более хитрые вещи если внимательно посмотреть на формат инструкции работы с цср мы увидим что она и так инструкции типа и у него есть имидит и этот имидит это номер регистра вот он вот эти 12 битов которые у нас под значение типа и выделены здесь занимает номер цср регистр любая инструкция цср работа с цср и такая и такая эта инструкция типа и потому что номер регистра здесь окей а куда тогда записывать вот это 10 это 10 записывается в маленькое поле rs1 регистр источника 5 битов то есть чиселка которую мы можем записать в команду не являющийся псевдо инструкции будет не больше чем 128 127 5 битов только 532 соврал не больше чем 32 31 от 0 до 31 вот то есть все инструкции типа и а инструкции под названием цср и цс и они еще вместо номера регистра источника вот здесь он писал писать маленькая чищенка именно поэтому очень часто в архитектуре риск файл регистры задизайн и так что вот первые пять битов у них не равны остальным 5 битов почему потому что эти пять битов можно с помощью вот этой маленькой инструкции расписать ручками не загружая в регистр вот например регистр f-status fcsr да он устроен именно так у него у него пять битов это исключение при вычислениях остальные биты это раундинг мод именно потому что этими 5 битами можно работать быстрее а раундинг мод это более тяжелая операция на реже нужна и поэтому можно вот ну вот тут вот у нас программка я даже не знаю видимо надо черт не успеваю программка просто от балды вызванные всевозможные инструкции типа работы с работы с регистром fcsr по которым уже знаем да вот вот во что они превращаются до работа с фср это у нас раундинг мод это просто цср взрывы да вот там фр рауди ему тоже цср с короче вот на самом деле это все псевдо инструкции которые работают среди тут надо понимать что у нас на самом деле существует ровно один регистр он называется fcsr тут давайте все-таки запустим наш раз вот в действительности существует ровно один регистр который называется fcsr но для удобства прямо на аппаратном уровне из этого регистра fcsr он имеет номер три вынута первые пять битов и они прибиты в регистр номер один эти пять битов под названием флакс и оставшиеся сколько там нам полагается по спецификации битов прибита в регистр номер два он называется раундинг мод туда в начало в действительности эти три регистры взаимозависимы то есть запись в один из них приводит изменения в другом вот такая вот удивительная штука просто для удобства они так и замаплен вот пора переходить к разговору про что есть что у нас есть нашем рамсе в нашем рамсе есть регистры счетчиков напоминаю что регистры ридонли они находятся с начиная с адреса 30 72 потому что там у них две старшие единички вот этот регистр счетчиков циклов тактов процессора тех самых про которых у нас был разговор с сокращенцем вот это наборное время причем время по стандарту измеряется в абстрактных тегах мы не знаем сколько секунд тратить на тег потому что процессор не обязан иметь астрономические часы на борту это его собственные теги и операционная система или там программа который вы пользуетесь должна сама высчитать сколько секунд в теге сколько тега в секунде вот это все и значит это у нас счетчик тактов процессора а это счетчик выполненных инструкций так называемый retired instructions почему retired дело в том что когда вы используете конвейера конвейер в риск файве есть всегда по умолчанию то есть это как бы его дизайн такой конвер может быть ситуация что у вас каждый момент время исполняются сразу несколько инструкций на разных стадиях конвейеризации эти инструкции не считаются выполненными а не нану летают еще счетчик инстриад считает количество уже выполненных инструкций прям вот выполненных выкун понятное дело что в рарсе написано на jar у ничего этого безобразия нету поэтому я в своей жизни не наблюдал когда счетчик цик сайт сайкл и счетчик инстриад меня как бы охранят разные но имейте ввиду что если вы хотите посчитать сколько ассемблер инструкций вы уже выполню то вам vin straight а если вы хотите посчитать сколько тактов занял выполнении вашей программы. И то, и другое. Это такты глобальные. То есть, если у вас есть хардвери треды, которые все выполняют параллельно, то количество тактов считается в количестве прошедших тактов, а количество времени, количество инструкций в количестве выполненных инструкций. Соответственно, если у вас за один такт выполнен сразу 5 инструкций, потому что так можно, то так и будет. Такт увеличится на 1, а инструкция увеличится на 5. Это разные счетчики и только в Rahsi, который однотактовый и 1 ну как было там все за один раз только в россии они совпадают в котором нет конвейера эмулирован вот значит помимо cycle time in street есть еще старшая половина есть еще старшая половина этих же самых регистров дело в том что 32 битов на 32 разрядных архитектуры точно не хватит для подсчета количества выполненных циклов процессора ну так вот да и время в ми в микросекундах или в чем-то там что там за такт что там в одном тике тоже очень большое число поэтому в 32 разрядных архитектурах есть вторые запасные регистры в которых хранится старшая часть этого числа вот и они начинаются с 32 00 потому что это уже ридон или кастом то есть кастомные регистры они кастомные потому что например 60 разрядной архитектуре они просто не нужны до 6 разрядных тектуре у нас регистр 64 разрядные и да вполне хватает вот этого эти не нужно поэтому они кастом поэтому они в разных местах лежат теперь относительно управления да значит регистры у нас не только статусные но и манипуляция с этими регистрами управляет работой процесса формально и чтение из регистра и запись в него может приводить к изменению статуса процессора и чтение тоже может приводить к изменению статуса и это допустимо различают различают прямой ну я вот не понимаю в документации said in direct effect не прямой эффект но на мой вкус это именно прямой właśnie различают непрямой прямой эффект от взаимодействия с управляющим регистром и побочный эффект обзаемодействием пасепляющими эффект от взаимодействие с управляющим регистром называется не побочным или непрямым короче нормальным в случае если статус процессора статус вычисли состояние вашего процессора на который может от регистр повлиять целиком однозначно соответствует тому что в этом регистре сейчас лежит если туда что-то новое записать этот регистр статус процессора изменится от того что в этом регистре изменилось значение и это и есть indirect effect например indirect эффектом то есть желаемым как это сказать предусмотренным эффектом является ситуация когда вы понаписали в цср регистр в управляющий какую-то чушь и в результате у вас свалилось ядро потому что в документации написано что если вы напишите вот в эти регистры чушь у вас произойдет исключение в режиме ядро и это прямой это indirect эффект да вот предсказанный потому что у вас есть однозначное соответствие содержимое регистров и реакции на вашего процессора на это вот а вот если у вас состояние вашего процессора не может быть в плане то того на что что влияет конкретный регистр не может быть выведена из значения до текущего значения регистра а зависит от того там прочли ли вы или записали сколько раз прощили сколько раз записать вот таких вещей это называется побочный эффект и побочный эффект считается нежелательно пример прав документации написано я говорю о спеке риск файва веселая книжка предположим у вас чтение из какого-то сср регистра зажигает лампочку чтение зажигает сам факт чтения а запись в этот сср регистр нечетного числа гасит лампочку в этом случае обе операции имеют побочный эффект потому что вы не можете сказать лампочка горит или не горит глядя на содержимое регистра потому что вы из него прочли лампочка зажглась точно также побочный эффект имеет операция записи потому что вы берете регистр в котором сейчас записано нечетное число лампочка при этом горит потому что вы только что из него прочитали она зажглась от того что вы прочитали записывайте в этот регистр тоже самое нечетное число лампочка гаснет вот оба оба обе операции имеют побочный эффект нехорошо если вы заговорите что запись четного числа гасит лампочку запись нечетного зажигает все шикарно непрямой эффект на лицо вы отзадь от модификации регистр меняется состояние вашего компьютера но никаких побочных эффектов нет побочных эффектов нужно избегать чтение стандартам и за вообще не должно иметь побочного эффекта то есть вот от того что вы читаете регистр не должно происходить ничего запись в стандартные за может иметь побочный эффект хотя это нежелательно но может вполне потому что иногда у без управления без этого невозможно и это в этот побочный эффект дождь четко специфицирован быть в стандарте в расширении обе операции могут иметь побочные эффекты при условии что а вы пользуетесь нестандартными кастомными регистрами и бы вы описали эти побочные эффекты в том расширении который предлагается зачем такая мешанина почему такое такое внимание причудливая сильная уделяется побочным эффектам дело вот в чем помните что есть регистр резерву который используется например для сигнализации того что мы ничего не хотим читать да вот у нас есть псевдо инструкции например read control статус регистр что такое read control статус регистр control read control статус регистр давайте вот тут есть вот это на самом деле цсррс ну там цсррв только в качестве одна из одного из этих регистров используется zero так вот фишка состоит в том что прямо в спецификации описано если вы используете zero в качестве регистра источника никаких эффектов от чтений от записи не должно происходить при попытке записи zero в регистр статуса ничего не должно происходить если вы используете zero в качестве регистра приемника при попытке записи туда чтение из регистр статуса ничего не должно происходить вы тем самым сигнализируете тот факт что чтение или запись не происходили вообще вот и соответственно не будет побочных или непрямых эффектов которые предусмотрены стандарта то есть это не просто наличие нуля или не просто дивну в соответствующем регистре это именно сигнал процессор о том что пожалуйста никаких побочных и непривых эффект такая вот отдельная тема я кстати возможно ошибаюсь возможно записывать зиру можно да 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 регистрирует какое устройство дивнул но как видите у него есть еще и сигнализирующая функция наличие zero в ключевом месте инструкции говорит это специальная инструкция она должна работать не так как остальные ты же видишь там zero в него нельзя ничего записать значит это что-то другое мы точно не успеем поэтому я просто упомянул эта технология называется хитинг и хим там посвящено довольно много спецификации риск файва по сути это следующее вот есть инструкции использование зиру в которых приводит к их обессмысливанию ну например мы читаем что-то обреги и записываем это в регистре зим это значит что мы вполне можем договориться что такая инструкция которая содержит вот такую странную конструкцию что-то значит для процессора что значит пускай оптимизаторным мы о чем-то говорим процессору эти о чем вот когда придумают тогда мы этой стандартизу и но сам факт того что эта инструкция не равна тупому по тупой попытки записать значение в регистре зиру уже сейчас заключен стандарт это называется хитинг значит как в раз обрабатывается исключением в хоть сейчас хоть что-нибудь напарно программируем были наконец исключение синхронная ловушка который происходит на конкретной инструкции вы выполняете инструкцию она не выполняется почему потому что там что-то происходит не то не собственными джавовскими ловушками мы сейчас заниматься не будем будем заниматься собственными после обработки исключения когда у нас обработчика ловушка сработала вся нужно передать управление на следующую инструкцию ну потому что та которую была текущая она ну типа оказалось зафейлилась ее еще раз выполнять не надо а то мы будем это делать по кругу какие регистры управляются значит обработчиками исключения регистр статуса в которой записывает в которой во первых он доступен на запись мы туда выставляем единичку чтобы исключение вообще можно было обрабатывать вот регистр статуса регистр инструкции собственно который разрешает или запрещает прерывание исключения а вот здесь да вот отдельных мы в основном прерывание кстати 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 в основном прерывание надо поправить не исключение прерывание вот адрес обработчика ловушки специальный регистр на всякий случай вот причина ловушки аппаратно записываемые сюда и так называемый регистр ожидающих ожидающих прерываний который нужен для того чтобы обработать если у нас сразу несколько прерываний или сразу несколько исключений да мы говорим что повторный вход запрещен в нашем случае потому что иначе придется делать каскад вот этих обработчиков вот и это значит что если несколько событий произошло одновременно они где-то должны быть отражены вот они пендинг вот ну и наконец самое главное это адрес возврата из ловушки вот что мы должны сделать давайте мы пропустим а нет не пропустим значит да в регистр статус в регистр станции у нас в случае раз а минимум минимум у нас есть разрешение прерываний и регистр в котором хранится предыдущее значение бит разрешение прерываний и бит в котором конец предыдущие значение разрешения прерываний мы выставляем вот это входим в ловушку вот эта штука зануляется вот здесь записано единицы отрабатываем ловушку выходим из нее вот эта штука возвращается в предыдущее значение а здесь записывается единиц зачем это сделано это сделано ровно для того чтобы предупредить повторный вход в ловушку аппарат на при входе в ловушку вот сюда приезжает 0 отлично значит больше пока мы не выйдем больше больше не прерывание не исключение не случаться вот регистр в регистре цср отражается причина прерывания и это все про прерывание ловушки всегда причина 0 кажется или наоборот наоборот причина ловушки причин ловушки здесь а если это не то здесь прерывание вот ловушка это всегда как бы прерывание 0 поэтому значит вот а вот причина ловушки здесь вот отражается в коз ну и соответственно если это была ловушка то здесь 0 а если был прерывание здесь один почему прерывание ловушка это разные вещи потому что из ловушки надо вернуться к следующей инструкции из прерывания над вернуться ту же самым об этом еще поговорим вот как при как выглядит программа сушки пара раба программировать мне уже надоело как выглядит программа что мы должны сделать но допустим мы должны записать в обработчик для вот мы должны записать handler в соответствующий цесарь регистр какой увек в реки старую век с цср в цср в цср в воспользуюсь псевдоинструкции мне не интересно что там лежало раньше ты один увек у ты ли так что мы теперь делаем теперь мы должны разрешить разрешить вообще обработку обработку исключений до цср с сср битик ханглера спасибо ханглера битик какой битик в у статус единичку что как-то так да вот выставим в статус единичку это будет означать что прерывание разрешены теперь выполнить исключение теперь выполним какую-то какую-нибудь ерунду например попробуем прочитать запрещенный адрес 0 лод ворд там ты один zero в этот момент должно возникнуть исключение в этот момент должно возникнуть исключение и поскольку мы разрешили обработчик исключения разрешили вхождение в ловушку ловушку можно написать ну давайте мы ничтоже сумяшки не будем делать ничего просто под отладчиком пройдем а в ловушке напишем что прочтем сср прочтем вот и 0 епц и пациент называется епц это место с которого мы попали в ловушку добавим к нему 4 потому что нам надо переходить на следующую инструкцию запишем его ну и выйдем из обработчика мне кажется я написал все давайте посмотрим только не нерето уред конечно мы же будем из обработчик там целая куча всего должно происходить так поехали загрузили handler выставили единичку в загрузили handler вот век сейчас выставим единичку в статус разрешим прерывание разрешили прерывание ну и исключение так тут тут сокращение с посоветовал более аккуратно с якобы выставили единичку разрешили обработчик исключения попытались прочесть попытались прочесть адреса zero не получилось а не получилось а упали в обработчик вот он что у нас стоит статус статус на стоит 10 что это такое это вот этот битик переехал вот сюда здесь стояла разрешение исключений теперь мы здесь запомнили что разрешение было включено а здесь стоит нолик то есть сейчас исключение тропы запрещены потому что мы уже обрабатываем травм чтобы не было повторного входа что лежит в режиме в в регистре указ там лежит пятерочка пятерочка лодокс с фолд у нас произошло исключение лодокс с фолд вот настоящий обработчик сейчас бы все это обработал посмотрел значит ну в общем сделал всякие вещи вот но наш обработчик ничего не делать он тупой он добавляет 4к у епц вот он загрузил у епц адрес какой 42 010 до это та инструкция которая свалилась возвращаться надо не на нее на следующую поэтому добавим 4 получается 42 014 вот она ну и вернемся и вернулись ну запишем обратно в епц вернулись и всем хорошо вот так вот работает так вот работает обработчик вот напоминаю что если мы обрабатываем прерывание об этом будет следующий через раз если мы обрабатываем прерывание то понятное дело возвращаться надо на ту же самую инструкцию договоренности такие что при воскликновении прерывания нам в епц приезжает адрес еще не выполнен или недовыполнен инструкции причем там сбрасываются конвейер вот этого все вот соответственно вот теперь относительно стеков и всего остального тут история довольно забавная в случае отсутствия разделения доступа к памяти то есть то что я называл плоской моделью мы сейчас понимаем что это не только не просто плоская модель а вообще единый режим до режим работы процесса у вас никакой другой памяти нету совсем соответственно у вас есть пользовательское пространство памяти есть пользовательский стек и все что можете сделать во первых вы можете рассчитывать на то что вам стек в обработчиках ловушек не понадобится почему потому что повторное обхождение в ловушке запрещено а если вы будете использовать там какие-то функции ну смотрите сами другая ситуация если вы таки будете использовать функции возьмите и руками заведите специальный стек для обработчика ловушки прям руками память и туда все пишите но в принципе совершенно не обязательно заводить так и потому что если вы не собираетесь пользоваться если вы не собираетесь пользоваться именно под программами сообразно конвенцию с передачами параметров все остальное честно вот потому что повторяю повторный вход запрещен вот если у вас есть виртуальную организация разных режимов работы процесса то у вас скорее всего будет возможность себе для ядра организовать свою собственную виртуальную память в которой будет свой собственный стек свои собственные переменные статические так дальше и тогда вся эта проблема вообще не возникнет у вас кто-то сохранил контекст или там вы сохранили контекст пользуйтесь своим стеком потом насчет вернули как было все в рамсе нам придется иметь дело с абсолютно плоской и одноуровневой моделью в которой если есть какой-то так то пользователь именно поэтому именно поэтому именно с этим фактом было с были связаны замечания и от александра и от сокращенцев прошлый раз о том что не надо организовывать работу со стеком так что мы сначала что-то записали над стеком а только потом передвинули передвинули указатель а вдруг мы записали что-то над стеком и случилось ловушка и мы упали в обработчик в обработчике мы начинаем пользоваться пользовательским стеком потому что никакого другого нет есть еще всякие аппаратные извращения которых упоминает кажется упоминает сокращение но может быть и нет нет он про другое про другое будет вот но в принципе можно же придумать некоторые аппаратные извращения как-то аппаратный стек конкретно для обработчиков ловушек вот но этого конечно ничего в риск файве нету потому что не усложняет вообще говоря обработчик который вы так что написали не следует никаким конвенциям он портит все регистры а я забыл сказать что обработчик ловушки должен быть прозрачным по конвенции ловушки в риск файве прозрачные то есть не портят а вообще ни один регистр совсем не один не ты не пац и ничего низко как сделать так чтобы не портить ни один регистр мы здесь испортили ты 0 и а7 они теперь другие я 0 они это 7 не портит только ты 0 ты 0 и мы здесь как это сделать и вот тут вот как раз убили убили александр все правильно говорите вот все вы все вы совершенно замечательно глядите просто я до этой до этого места еще не дошел так вот спасибо что следите за происходящим это очень это очень очень вдохновляет вот так вот давайте все-таки соблюдать конвенцию давайте сделаем так чтобы при выходе из обработчика ни один регистр не изменился что для этого нужно сделать но мы уже знаем что для этого нужно сделать для этого нужно все регистры которые мы хотим поправить куда-нибудь сохранить вот тут стоит вопрос куда как я уже сказал разрешается в плоской одноуровневой модели доступа разрешает сохранить прямо на пользовательском стеке но поскольку мы знаем что повторного вхождения не будет то есть никакая никакой обработчик ловушки не рекурсивен мы вполне можем к обработчику просто приделать данные в которой мы будем просто хранить эти самые регистры а потом их оттуда выставлен вот если у вас тут будут под программы друг друга вызывающие тогда да делайте стек или пользуйтесь пользовательским стеком если нет заведите данные все вот тут сокращение с горячей для ловушек может быть можно и не сохранить регистры нет понятное дело что в случае прерывания который может возьмите когда угодно и у вас регистры поменяются это вообще адские так делать нельзя но в принципе сохранение регистров для ловушка это тоже важно потому что но фиг его знает вот вы дернули ловушку фиг его знает какие регистры мы попортили лучше уж никакие вот для того чтобы как правильно тут говорит сокращение с которой очевидно судя по букве м работает на своих устройствах в режиме мы машин самым верхним вот для того чтобы иметь возможность не испортить ни один регистр нужен хотя бы один регистр запасной этот запасной регистр называется у скрач записная книжка вот и в него можно как в горшочек пустой без меда что хочешь положить вот поэтому стандартная конвенция выглядит так у нас осталось пять минут и у нас еще проектор разговор поэтому извините давайте глядеть глазками я просто не успею это записать стандартная конвенция выглядит так слушайте давайте напишу ну ну правда ну скопи пащу кусочек а кусочек напишу иначе это будет нехорошо о да о да с виртуальной памятью все несколько сложнее так значит я с вашего позволения потрачу плюс немножко минут времени после конца лекции просто потому что я хочу вот попрограммировать пальцами в эфире значит давайте я немножко за 4 и сразу сразу подгляжу что мне нужно сохранять только а 7 и а 0 у нас ты ноль будет лежит в лежать в у скрача а 7 и а 0 нам придется сохранять да значит са 7 сохраним это я со мной и это и сюда будем сохранять вот обработчик что мы делаем первым делом мы сохраняем цср в мы сохраняем ты 0 scratch этом единственное место куда что-то можно сохранить но нам этого достаточно вполне нам достаточно одного регистра потому что теперь у нас целый ты 0 есть запасенный и кстати давайте мы сразу сразу его сразу его вспомним в конце вот сохранили теперь у нас есть регистр ты но и с помощью которого используя в качестве запасного мы можем сохранить регистр а 7 и а 0 ста рворд ста рворд что у нас а 0 с а 0 с помощью ты 0 ты 0 я сказал ста рворд а 7 с а 7 с помощью ты 0 шикарно теперь давайте выведем причину на экран насчет цср р у в а 0 укос укосом называется до причина ли а 734 что ли у нас системный вызов 16 личный 16 личный 34 я был прав надо себе больше доверять 34 и колл восстанавливаем лод ворс ну да ну давайте еще ли а 0 бэкслэш н ли 11 не 17 а 711 хороший вопрос егор сейчас отвечу на него допишу только программку и колл восстанавливаем лод ворс а 0 с а 0 вот ворс а 7 с а 7 в курят мне кажется вообще должно заработать ну-ка а я забыл что произойдет если я забыл если ты забыл добавить если ты забыл забыл добавить 4 к адресу возврата мы с этим пятом пятом присяг 5 причины падаем на том том же месте а сейчас сделаем значит цср р у нас ты ноль я есть ты ноль и пациент у епци 1 ты ноль ты ноль 4 с с рв ты ноль у епци ну давайте сделаем clear еще разок один раз запустим о а чё это 8 у меня два раза сработала ловушка а что такое два раза работал ловушка а что за 8 такой я короче неправильный и колл вызвал ха 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 смотрите очки где неправильный и колл покажите мне непонятно ну давайте отладим чё почему не отладить это поехали бумс а тысяча я понял господи простите меня тут же есть еще один и неправильный и колл не существует системный вызов я пытался вызвать отличный системный вызов вот же вот он и ты вот этот вот он вот он 8 и вывел все нормально да 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 спасибо это вот вопрос пока при посты но видите я почти ничего не копипаста вот единственную строчку которая скрипипаста на ней же ей за тупик так у нас осталось 0 минут но у нас осталось две в общем важные темы давайте я хотя бы на бла-бла про бла-бла расскажу обе эти темы отсутствует в раз поэтому все на пальцах тема номер один эта связь внешнем окружении смотрите какая история у нас есть и колл но и колл это стандарт это системный вызов так или иначе он где-то специфицирован либо вообще в каком-то соглашении либо в стандарте вашей операционной системы ну точнее вашего окружения которому вы с помощью легко уходите стандарт очень часто бывает нужно что-то временно по как бы текущим каким-то причинам добыть из окружения по-быстрому использовать для этого системный вызов невозможно более того одно дело когда вы ходите к еду который умеет обрабатывать якова и совершенно другое дело когда вы пытаетесь где-то на уровне пользователя там ну не знаю включить атласик и в атласик сходить атласик совершенно не обязан перехватывать якова что умеет атласик атласик умеет атласик запущены во внешнем окружении умеет получать управление когда у вас в коде написан гибрид более того многие многие архитектуры так и работает знаете как отладчик работать на большинстве архитектур просто берет вписывает прямо в ваш код вместо той инструкции на которую поставили брюк он вписывает и брейк и отлично получает управление а потом когда вы говорите продолжить он вписывать туда обратно значит эту самую инструкцию выполняет ее мы продолжать вот соответственно этот и брейк как штука передать управление атласику есть и в систем файл но и тут до народа дошло первым до народа дошло это разумеется в армии потому что у арма более для древней истории чем у систем файла смысле риск файла вот что можно с помощью специально приготовленных операций типонов которые ничего не делают с просигнализировать отладчику что это не просто и брейк а такая вот ну слушай ну вот вот эта функция номер семь дорогой отладчик сделай расскажи мне вот выполни функцию номер семь такая технология называется 7 хостинг по нее есть даже конвенция правда очень маленькая конвенция гласит буквально следующее вас должен быть ровно такой но ровно вот с этим значением в качестве значится в качестве сигнала о том что это будет 7 хостинг инструкция и ровно такой но в качестве в конце после этой инструкции а здесь вот вы пишете собственно номер этого самого себе хостинг что делать 7 хостинг как то бишь грубо говоря отладчик но не просто отладчик отладчик с мозгом он видит эти три инструкции в частности он видит инструкцию вот эту в которой вот здесь написан номер говорит о так это не брейк и это такой ко мне за функции номер семь пришли часть делаю и делал полнее функцию номер си вот прохин мы уже поговорили про них есть спецификация и последние на сегодня тема последние на сегодня темы извините что выхожу за пределы но это тоже тема которая отсутствует враг правда присутствует в риск файл эта тема вектор прерывания значит смотрите помните важный момент в случае аппаратной поддержки ловушек важный момент в аппаратной поддержки ловушек стоит в том что как можно быстрее начать эту ловушку обрабатывать вот как можно больше перевалить на аппаратуру и как можно быстрее приехать в ядро или там куда-то короче в обработчик чтобы начать уже всю эту логику значит всю эту логику исполнить вместо одного обработчика как мы это делали здесь в котором на самом деле вот в этом месте вот в этом месте вот в этом месте надо прочитать причину исключения надо выяснить прерывание это или исключение в случае исключения по другому из него возвращаться то есть но вот много чего нужно проделать прежде чем вы перейдете собственно к обработке вы можете поступить по другому можете попросить аппаратура аппаратура адрес обработчика исключение номер 0 то бишь исключение тут кстати прерывание на тоже поправить находится по такому адрес обработчика исключение номер один такому номер два таком все равно ты аппаратура кауз определяешь ну так и сразу перейди вот сюда чуть и стоит вот эта штука называется вектор прерывание традиционно исключение прерывание номер 0 это исключение а все остальное это прерывание вот но вы искали такая штука не реализована по двум причинам чтобы ее быстро сделать эту штуку нужно иметь аппаратную поддержку одного из двух одной из двух фич ни одной из которых в рискове нету либо двойная косвенная адресация помните что это такое это когда в ячейке лежит адрес ячейки в которой лежит значение мы это за одну инструкцию быстро делаем ну слово быстро тут такой очень в кавычках потому что двойное обращение к памяти двойное обращение к памяти обращение памяти всегда медленно мы с вами и в двойную косвенной адресации в x5 и просто нету поэтому вам придется значить сначала прочесть это значение из ячейки потом прочесть значение по тому адресу который лежал в этом адресе а потом уже что то такой я потом уже перейти на этот дом вторая проблема тут их 2 на самом деле их 3 2 проблема состоит в том что мы должны в эту вот сюда класть абсолютный абсолютный адрес там написан адрес программы обработки прерывания абсолютно фигурами третья проблема состоит в том что а кто будет выполнять вот этот кусочек кода прочесть оттуда загрузить в регистр прочесть и без регистра еще один и перейти на где под программа которая делает все вот это тоже ее аппаратным прибивать гвоздиками к процессу некрасиво поэтому риск файл векторе прерываний лежат прямо инструкции вызова соответствующего переводе вот то есть branch на обработчик exception branch на обработчик исси и мысай короче вот это копипаст из какого-то реального обработчика прерываний который я нашел нашел вот вот здесь вот вот он тут правда написано jump and link zero но мы помним что jump and link zero на самом деле просто псевдоинструкция для branch да там история стоит в том что псевдоинструкция для безусловного перехода это не условный переход zero jump and link zero потому что тут длиннее и часть 12 битней такая вот интересная картина то есть вектор прерывания риск файл это просто jump и на соответствующие исполнители и тут внимание смотрите размер тот же самый это одна машина одно машинное слово код позиционно независимый потому что у нас jump и все позиционно независимые одну при условии что обработчики находятся загружены туда же куда и вектор прерывания и работа этот очень быстро не надо никаких не надо никакой двойной косвенной адресации вообще никакой косвенной адресации не надо у нас прямо написано куда перейти мы делаем jump туда и джемп на обработчик вот единственное что вражь конечно ничего этого нет пока обещают сделать ну мульта ездит когда-то будет соответственно как это реализовано в риск файле поскольку адрес вот этот увек это полный адрес обработчика у этого полный адрес обработчика есть два младших бита которые не используются ибо обработчик обработчик ловушки должен обязательно быть по адресу кратным 4 даже не двум вот эти два младших бит как раз используется для сигнализации того у нас викторизованное прерывание или одно на всех обработчик вот и вот сокращение с еще раз напоминает о том что бывает и табличная организация они с переходами но вот и вот теперь все пожалуйста задавайте ваши вопросы еще раз прошу прощения за там 10-минутную задержку увлекся в начале бла-бла а потом решил все-таки немножко программировать с вами вместе хотя бы чуть-чуть домашка будет да вот я обещал ответить пока вы думаете над вопросом я обещаю отвечаю на обещанный вопрос егора князева егор смотрите регистр ты 0 рекор спрашивает можно ли вместо ты 0 сразу использовать у scratch а вовсе не делать вот этого вот вот это вот сохранение смотрите регистр ты 0 это регистр общего назначения он может быть использован во всех возможных ваших конструкциях это 5-битный регистр ну короче самый обычный регистр у scratch это такое место в памяти ну как бы в блоке в блоке цср он не может быть использован в обычных инструкциях это какое-то вот вот это такое специальное место в этом черед 4 килобайтом пространстве соответственно вы не можете написать там мы вы что-то такое у scratch вы должны у вас есть ровно одна команда цср цср рвы обменять с этим с этим у скачем значениями регистр обнять значение регистра у scratch и регистр какого-нибудь вот этот цср который я использую это же псевдоинструкция в действительности псевдоинструкция в действительности это цср рв как вы понимаете это единственное что вы можете делать с регистрами из области контроля и статус вот поэтому ответ на ваш вопрос разумеется нет мы не можем использовать у scratch вместо то 0 потому что это не регистр общего назначения сокращение сдавайте мы в почте перепишемся я посмотрю ну как бы часть действия бы дискуссию еще вопросы так поскольку я предупредил что пока я отвечаю на вопрос его раздавать свой вопрос вопросов нету видимо все наше время да наше время давно уже подошло к концу давайте тогда пожелаем друг другу всего наилучшего вот на котором будем надеяться и завтра у нас я так понимаю питончик те кто хотят питончик будут получить свой питончик я надеюсь все всего доброго и до новых встреч